Карл Юнг. И Карл Юнг, можно сказать, был в линейке Сигмунда Фроида, который был отцом глубинной психологии. И, как вы знаете, Сигмунда Фроида был отцом глубинным генеем. Для многих причин. Одна из причин, что все видны подцом глубинным генеем. И, как вы знаете, Сигмунда Фроида? Вы знакомы с термом организации принципа? Это терм, который также используется в физике. Например, если у вас есть магнитное поле, который я уверен, вы помните из школы. Вы можете положить бумагу на магнит. Вы положите металлическую стружку на него. И металлическую стружку на него. И металлическую стружку на него. И металлическую стружку будет влевоться according to the magnetic field lines. И магнитная стружка будет строиться в целую линию магнитного пудря. Да? Помните? И то, почему у вас обучали это в школе потому что они не могли думать, чего лучше, чтобы поговорить. Потому что физики работают с тем феноменом, что нет никакого прямого влияния на эту стружку металлическую. Вы можете видеть в этом силу поля. И физики называли это организующий принцип. Что магнит, он работает как такой невидимый организующий принцип поведения металлической стружки. И Фрейд был гением, он смотрел на людей. и на их поведение. И он говорил, что некоторое поведение не имеет смысла. Люди ведут не так, как они должны были бы себя вести. Но... Иногда они не может быть такие вести как они должны были бы себя вести. Но... If they were under some invisible force that organizes their behavior. And he said, we apparently don't notice that ourselves. We find ourselves doing something that we don't even like doing. And we realize we don't have the control ourselves that we think we have. And he called the organizing principle the unconscious. And if you have ever read Freud's introduction lecture, we can not have an exciting analysis. It's a brilliant lecture where in two hours he apologizes to his colleagues for his increasing discovery. It's a wonderful piece of word word. He said, he apologizes to his colleagues. He says, I am very embarrassed about my findings. He said, if you have any intelligence, do not believe me. And most likely it's not going to be true. So if you walk out, I understand. However, it seems that there is something that controls our behavior in a way that we cannot explain. We understand. This was at the height of Newtonian physics. When the majority of the scientific world believed that the day will come when we can explain everything in a human way. And we can understand the whole universe and people as a big machine. And we can be able to control it in a way that it solves all the problems. So science was shocked. What is this person saying? They would take certain things he cannot control. So Freud thought at the time, his idea was that the part that he cannot control are some natural impulses. That collides our family values. Are you familiar with the current family values? Family values is your mom and dad. Every time when you think to yourself, how can I tell this my parents? Every time you think I don't know this. Meaning it's unfamiliar. Now it's not familiar. An familiar means it's not my family. I never sensed. I never tasted it. I never smelled it. что они когда этого не чувствовали, он не ощущал, но его подотрогал. Давайте быть внимательным. Фройт понимал это, потому что его концепция не знакома научному сообществу. И понимал, что ему это не понравилось. Таким образом, мы пытались объяснить, что люди не линейны, не каузальны, которые являются, как вы знаете, его последователем был Каргул Тарвюм, который имел самую идею, но основная разница была, что Фройт считал, что неизвестность была в результате вашего естественного инстинкта и интеракция с вашим родителям. Но принципиально разлечения было то, что Фройт считал, что тут все сводится к инстинктам и взаимоотношениям с другом. А Юнг добавил к этому компоненту. Он сказал, что организующий принцип, который называется инстинкта, это на самом деле не какие-то случайные странные вещи, но это очень важный аспект человеческого инстинкта. Он сказал, что организующий принцип он назвал самостью. Его идея была в том, что, например, его жизнь человеческого вещества. Может быть, его идея была, когда вы милее, ваша идея была, что я буду дойти под данную точку. И вы начинаете идти, и тогда проблемы начинаются. Вы интересны в других людей. Вы интересны в чрезы. Вы возвращаетесь к тому, что произошло в прошлом. Вы найдете интересные вещи здесь. Вы начнете хранить для всех. Вы возвращаетесь к тому, что вы думаете, что Вайманы не двигаются вперед. Вы возвращаетесь к тому, почему это люди не двигаются. Вы не понимаете, что это вообще смысл имеет. И потом Юнг сказал, что когда вы старше вы посмотрите назад, и эта цепочка фрагментарного опыта которого мы называем жизнью становится такой герелтной. И вы понимаете, что было некое значение во всех вот этих вот повалутах. И что любая проблема, любая сложность имеет свое значение. И помогает вам стать больше, если вы являетесь. И он называл это путешествием процессом индивидуации. И он называл это путешествием процессом индивидуации. И это тоже не другое. И это тоже. И Эйфрейд и Юнг сходили в том, что основное в этих вот странных вещах, которые мы проходим, это обращать внимание на сны. И если вы обращаете внимание на свои сны, то они могут помочь вам прояснить. И они называли ВИА-регия, королевская дорога для понимания организующего принципа. И процессуальная работа, она тоже продолжает в линеже. И Артольд Мендел, который сейчас считается одним из десяти лучших юнианцев всех ребенок, он сказал, что организующий принцип не осознательным, а назовем его процессом. И давайте перестали разглядеть сознательное и бессознательное, потому что на протяжении жизни в реальном опыте сознательное и бессознательное постоянно обменяются и не станут текать друг друга. И в основном, он сказал, что организующий принцип может быть в каждом моменте. Да.